Асфальт под контролем. Депутаты будут следить за состоянием украинских трасс. В парламенте создали межфракционное объединение за дороги. Его участники намерены контролировать, как расходуются выделенные правительством деньги и бороться с коррупцией в дорожной сфере. Село Пуховка под Киевом. Сегодня с самого утра здесь установили мобильный габаритно-весовой комплекс. Так инспекторы Укртрансбезопасности ловят перегруженные фуры. Менее чем за час оштрафовали четыре грузовика. Здесь неподалеку песчаный карьер. Большинство машин оттуда идут с перегрузом, разрушая асфальт. Перегруженные фуры наносят наибольший вред дорогам, говорит глава госслужбы безопасности на транспорте. Однако всех ловить не успевают. Нужно больше площадок. Проблематика есть в майданчиках. Майданчиков на сегодняшний день только 110. Для того, чтобы маневровать по области, выявлять более эффективно эти перевантаженные автомобили, этих майданчиков, принаймні, как минимум, нужно около 300. Именно Михаил Ноник по поручению правительства уже два года занимается установкой таких комплексов по всей стране. Недавно был временно отстранен от должности. Однако уверяет, работа продолжается. Я перед отстранением своим собирал руководителей областей, еще раз собирал их, поставил четкие задачи. И я вижу, что по анализу показников работа это только посилюется и покращается. То есть, нет какого-то такого влияния на область с моим отстранением. Иде работа, люди понимают, что это темчасово. Я спілкуюсь с коллективом, спілкуюсь с областными керевниками, для того, чтобы они больше эффективнее працювали на загальнодержавный результат. В этом году на ремонт и строительство дорог Кабмин выделил рекордные 40 миллиардов гривен. До 2020-го эта сумма должна удвоиться. Следить за тем, как расходуются эти бюджетные средства, теперь будут нардепы. 57 парламентариев сегодня создали межфракционное объединение за дороги. Контроль за выполнительной владой, за использованием нормальных и качественных технологий. Второе – это разработка стратегии ремонта и капитального строительства дорог в Украину. И третье – это контроль за этими перевантажениями, которые происходят по всей стране. Треба стимулировать страну, установить максимальную количество важных комплексов, которые должны замерять на всех въездах, выездах в каждое областное место, в каждый районный центр. Главная цель – повысить безопасность и комфорт на дорогах, говорят депутаты. Первое – выполнить парламентский контроль над деятельностью урядом, чтобы не было раскрадания этих денег, которые выделяются на ремонт и реконструкцию. И с тем, чтобы мы увеличили основное вопрос, увеличили безопасность дорожного движения, и чтобы меньше украинских граждан гинули на дорогах. В парламенте уже подготовили для правительства ряд предложений, а именно по оборудованию участков для обгона на трассах и подсветке пешеходных переходов. А пока что по всей стране проводят инспекцию дорог, и о результатах обещают вскоре отчитаться и направить их в правительство. Алексей Пшимыски, Богдан Савруцкий. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...